Ух ты! Красота! В такой травке поваляться одно удовольствие! Ух ты! Привет, ребята! Привет! Вот, наступило лето! Эх! Эй! Эй! Колючая голова! Ты куда спешишь? Эй! Привет! Здравствуйте, мальчики! И здравствуйте, девочки! У меня срочное дело! Надо в лесу проверить, не появились ли первые грибы! Я не могу быть сегодня на уроке! Извините! Спешу! А Катя сегодня назначила урок на пушке! Вот разлетались! Сколько же вас тут! Как много! Вот разлетались! Отстаньте! Отстаньте! Надоели! Надоели! Эй! Эй! Афоня! Ты на кого ругаешься? А? Кто тебе надоел? Да вот! Вот бабочки порхают кругом! То на ухо сядут! То на хвост сядут! Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет всем! Вот! Это ерунда! Бабочки разные! Это просто ерунда! Ты посмотри, Афоня! Как наша поляна расцвела! Мне кажется, что стала даже красивее, чем прошлым летом! Мяу! Это правда! Эх! Надоело мне в избушке школьной сидеть! Вот здесь! Это красота! Красота? Красота-то она красота! Да чем мы здесь заниматься будем? На этой лесной полянке? А? Чем? Мяу! А тем же, чем мы в классе занимались! Ой, Катя! Здравствуйте! Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, зверята! Здравствуйте, мои маленькие телезрители! Катя! А скажите, вот, а что? Арифметикой мы будем заниматься на полянке? А почему бы и нет? Мы же с вами изучали буквы на опушке! Помните, малыши? Учиться, ребята, можно везде! Самое главное – это желание чему-нибудь научиться! Это правильно! Правильно! Я вот в лесу следы изучаю! Вот так! Ага, значит, нам надо лес и поле изучать, да? Да напрасно ты иронизируешь, Афоня! Здесь очень удобно изучать природу! Да? Изучать и знакомиться? Интересно, с кем мы будем знакомиться здесь? О сосене, кто в поле и в лесу растет и живет! Катя, про птиц не забудьте! Я, между прочим, птиц очень люблю! Конечно же, Афоня, и про птиц мы не забудем! Друзья мои, но прежде чем отправиться в путешествие, нужно к нему подготовиться! Ох, ух ты! А как подготовиться, Катя? Как? А вот, к примеру, рассказать какой-нибудь стишок или загадку о животных и растениях! А я знаю одну загадку! Загадать? Конечно, Афоня, загадывай! Давай, давай, Афоня, загадывай, загадывай! Загадываю! Под кустами, под листами Мы попрятались в траву Нас в лесу ищите сами Мы не крикнем вам «Ау!» Ой, ты, Афоня, наверное, имеешь в виду грибы или ягоды? Да, действительно! По-моему, здесь подходят и грибы, и ягоды Ведь это они от нас прячутся под травой и кустами Да, Гаврюша, за год учебы ты стал очень даже образованный Можно сказать, сообразительный стал Да, ты, Афоня, думаешь, что вот ты, поэт, один только вот такой великий? Вот получай от меня стих Слушайте Давай, давай Стой, зайчонок, не беги По тропинке узенькой Лучше ты побереги Хвостик свой кургузенький Лис крадется вдоль тропы Вряд ли ищет он грибы Вот Какое замечательное стихотворение! Молодец, Гаврюша! Да, забавно Стихотворение, можно сказать, о охотничьего пса Да что ты! Я в лес не на охоту хожу, а наоборот Я зайчонка хочу уберечь от лиса Какой ты умница, Гаврюша! Это очень правильное отношение к природе Нужно защищать тех, кто слабее Катя, ну разве я, я вот разве против? Вот я разве против этого? Мне вот, например, бабочка садилась то на ухо, то на хвост А я ее ни одной лапой не тронул Я же понимаю, что природу надо беречь Вот так Умница, Афоня! Я рада, что и ты согласен Смотрю, ребята, мы с вами очень неплохо подготовились к путешествию Пора отправляться в путь Мы шагаем друг за другом Лесом и зеленым лугом В поле бабочки летают Крылья пестрые мелькают Раз, два, три, четыре Полетели! Закружились! Давайте вместе, вместе с нами путешествовать Мальчики и девочки А, да, отправляемся в лес На речку, в поле По родным просторам все вместе Да, малыши, и вы присоединяйтесь к нам До встречи на наших веселых уроках Пока, пока, друзья, пока До свидания, мальчики и девочки До свидания Всего вам самого доброго, малыши!